Патрик, Патрик, детка, привет! Патрик, Патрик, покажи его лицо. Ну лицо, Патрик, ты мне покажи, дитя моё. Лапочка моя, лапочка. Доброе утро, друзья, семнадцатая. Ага, чешется. Душ ему надо, душ, да, чешется, говорит. Говорит, бананы закончились, дал банан и несколько помидорок. А он, говорит, не ест шкурки от помидорок, ест только, понимаешь, внутренностью. И томаты последние. Угу, он сейчас много не покупает, потому что, говорит, портится. Поэтому помидорку последнюю ему отдаёт. Угу. Не любит кожицу, да. Ну, слушай, ты мне вот неправильно показываешь-то одну башню. Да? Окей, хелло, хелло. Гуд монинг. Хелло, хелло, Патрик. Гуд монинг. Угу. Кто-то стол выставил. Привет, друзья. Вот мы туда столик выставляли, типа, заберите в ресторан. Вот и шиповник раздается. Ах, вкусно пахнет. Это я, это я. Open, open. Да, открыто, открыто. К маме в гости. Здрасте. Привет, моя красавица. Привет. Прямо идём. Ой, какие вы красивые. Ой, какие вы красивые. Старались. Критика не прошла, Дару? Твои хитрые. 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 Слушайте, я приготовила суп из форели для детей. А они вдруг внезапно здоровый образ жизни. Сергей сел на диету. А Люда, а ещё сделала в духовке. Люда говорит, ну положите мне в коробочку, я в машине поем из духовки. А суп вот у меня кушать некому, можно я вам отдам. Конечно, ещё. Странный вопрос какой-то. Да, форель из Карелии. Вот. Короче, вот так вот. Вот замечательно. А она бы это вам дала из Карелии? Нет, не дала. Из Карелии привезли вот в наш ларёк. И я купила, чтобы сделать, да, для них. Как у вас жизнь, рассказываете тут? Жарко вот вроде как-то. Жарко, да. Ещё влажно. Вот я не знаю, это влажность. Ну, дождь прошёл же. Да, ага. Как ты там живёшь? Такой жаренький. Ну, там зависит от влажности. Жара иногда легко переносится, даже 40 градусов, когда в Дели. Мы тебя, может быть, и не отпустим. Хорошо, ладно. Ну, тогда цыганёнка моего тоже сюда надо. А его не отпустят. Вы извините. А его не пустят. Я без цыганёнка никуда. Я слышала, знаешь, чего? Сказали, только если за кем ухаживать. По причине. Так мне нужны цветы, там, круассаны. За мной надо ухаживать. Прикиньте больной. Прикиньте больной. Нет. Нет, я не больная. Мне нужно просто это, ухаживание. Да так что это. Ну, как он там живёт-то? Хорошо живёт, отлично. Ну, вот скучает, как бы. Бикингем жив-здоров, но очень-очень страдает. Обезьян кормит. Обезьян кормит, да. Сейчас уже, ну, там, гулять туда-сюда можно, поэтому он на завтраке ходит в аутсайд. Ни с кем не обниматься, не целоваться, руки мыть, пиши постоянно. Хорошо, да. У нас здесь, знаешь, по телевизору, что говорят, на 30% уменьшились желудочно-кишечные заболевания. Люди всё-таки, ну, люди... Некогда дай им болеть этим, это ерундой моют руки. Не, то что это некогда болеть. Ну, и страшно, честно сказать. Если честно, это страшно. Я как медика-то говорю. Хорошо, ладно. Ты мне сказала, купальник какой-то дашь. Ой, какой ты молодец. Мама, что ж ты вот такая вот забывчивая. Наталья сказала, говорит, не подойдёт, мне отдай. Хорошо, в общем, ой, мой любимый цвет, я думаю, подойдёт. Спасибо. Он вот такой. Ну, и нормально ничего. Свернулся. На вырост. Вот, так что, Ирочка, это я когда-то спрятала в одно очень место хорошее, чтобы это... И еле нашла. Ну, я это не забыла, просто ты заткнулась. Хорошо. Спасибо большое. Ой, ну, Ирочка, спасибо большое. Ну, в общем, да, как бы так, мам, знаешь чего? Спасибо, я детям отдала грипп, так что, если что, вы мне дайте потом на усыновление. А ты вот только что выложил, он у себя там лежит сейчас. Нет, нет. Вместе с банкой, потому что банок у меня нет трёхлитровых. Нет, я хоть сейчас тебе могу дать это самое. Да, 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 конечно, прям интерферсирование. Ну, ты мне пустой можешь дать грипп и банку. Хорошо. Смякни вот туда. Чтобы не тяжёлое было, ладно? Ты сама всё это сделаешь, да? Чуть-чуть налей, чтобы он там... Чуть-чуть, да, чтобы он не умер. Всё, 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 всё. А я закипячу, потому что, как бы, с этим, с каркады очень пошло, и деткам нравится. Мы уже эксперименты всякие разные делали, да. Наконец-то они поняли это. И я их попросила, заберите, ради бога, в лугу его. Они его забрали, а здесь я им тоже буду выращивать. Приедут, они буквально неделю мы ждём, только солью, и они сразу выпивают. Она только-то вот отделила её. Ну, и славненько. Я как раз сейчас, это у меня пусто. Ира, слушай-ка, чего хотела сказать? А у нас уже четыре, ведь? Четыре, да? Слушайте, а вы делаете с каркадетой? Как красиво, как вкусно. Вот, я и шафрана добавляла, и мы всякие эксперименты делали, и с ромашкой, и с разными травами. Но прижился больше всего на один пакетик чая, ещё там вот жмень каркады. И 200 грамм сахара. То есть, в банку один пакетик чая? Да. Вообще-то, если свежий, там много же. Да, да. Ну, пакетик, он как столовая ложка где-то выходит, ну, поменьше. А у нас уже четыре. Ну, у вас вот светленько. Вот у нас, допустим, он красненький, прям такой красненький. Я поэтому и ругаю, что она сейчас ночью сегодня тёмная, и светлые они. Мам, ты, мам, ты, наверное, не заметила. Дюжи светлые. Ты не додала им чая-то, там чая-то нету, вот особенно вот в этом, в правом. Что вчерашнего дня ругай её за это. Да ей ты просто завари крепко чай и добавь туда ему. Тихо, тихо, тихо. Ему кушать нечего, кушать нечего, ребёнку не додают чая. У тебя вот сюда, где же длины. Нет, там осколок. Так, можно я отсюда брать? Чуть-чуть, да. У меня руки чистые очень. Да я знаю, мам, знаю, чуть-чуть только. Ага. Остальное я сейчас ему сама заварю, ребятёнка. Бас, 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 хватит. Всё. Крышечку дай какую-нибудь. Вот, Миша, где-то крышечка была. Вот, 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 вот. Вот. Давайте. Так, и потом под крышкой нельзя. Да я знаю, у меня дырявая крышка с дырочками потом есть. Ага. Всё, спасибо. Всё, сейчас положу в рюкзачок. Хорошо. Ну что там у вас с черёмухой рассказывает? В общем так. Вот, 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 снимай. Я-то это... Ну она уже отцвела, черёмуха. Она отцвела. Черёмуха, значит. Чего только нет. И я-то видеть-то не вижу, да? Когда мы выходим с ним, я говорю, ой, как хорошо пахнет. А потом, значит, уже не пахнет. На какой-то день выходим, я говорю, не, не пахнет. А подходим к девятому, думал, ой, как хорошо пахнет. А там акация начала, знаешь, друг за другом. Да, 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 и деревень еще. Я сейчас выхожу. Знаешь, иногда не хочется, думаю, послать его одного, да? Вот. А потом думаю, хотя бы, уж не вижу, так хотя бы понюхать. Конечно. А ты не сказала, что ты посадила. А ты ж хотела хвастаться, что ты сажала это. Для этого ты и завела разговор. Да, я черёмуху, всё, всё это я сажала. Мы как в 77-м году здесь получили, да? А у нас тогда при советской власти, может быть, это я не знаю, кому-нибудь не понравится, но у нас давали квартиру бесплатно, привозили кусты всякие. И мы таскали, а я на первом этаже, значит. И сначала у меня, помнишь, шиповник был, декоративный, красивый, красивый, красивый. Он, значит, потом, ну, несколько лет, он, ну, пропал, да? И опять привезли вот эти наши. Я не знаю, это ЖКХ, что ли, привозил? Я не знаю, кто привозил. Вон, сбросили, я опять тащу. Я ещё не понимала, чего я тащу. Оказывается, это, знаешь, какая черёмха? Красные ягоды, крупные, чуть не как вишня. Это не совсем та чёрная черёмха. Вот, я, знаешь, как... Необычно, в два раза крупнее, чем чёрная. Да, да, да. И я когда поняла, я ведь ещё туда посадила у нас, туда, сюда. И потом смотрю, они выросли, думаю, господи, что это такое? Прямо аж нагибается. Я беру таз, подхожу, и я потом компоты из него сделала, из этой черёмхи. Ну, сейчас-то я уже всё беспомощная, но всё очень-очень хорошо нам делали. Вот, спасибо им большое, советская власть. Ну, хорошо, молодец. Лайк за прогиб. Пошли. Провожайте меня. Всё, в общем, слава КПСС. Да, да. Ты знаешь, как мы рады. Вот кто их, кто сейчас бесплатно получит? А мы получили. И ты знаешь, сколько... Ну, не каждое предприятие давало. Вы ждали всего года два, по-моему. Год два не было. Год и семь месяцев. Год и семь месяцев. Это чудо из чудес. Мы ведь каждый день благодарим Бога за всё это. Потому что вы устроились на птицефабрику, а она строила. Она была миллионером, наша птицефабрика. А если бы вы куда-нибудь устроились... А зачем нам туда устроить? Молодец. Где не дают и смысла нет. Где ничего не дают. А кур тогда стоили, ты знаешь, вот таких... А такие вкусные. Мне кажется, 45 копеек килограмм. Помнишь? Да, да, да. Ой, Наташа. А зарабатывали вы... Сколько в день получалось? 60 рублей. 60 рублей. Да, 2 рубля в день выходило, да? Ну, да, где-то. Наташа, вы... Это было нормально. А квартплата какая была? Ну, я просто спрашиваю. Вы помните эти, а я не помню. Всё помним, всё помним. За ЖКХ платили копейки. Вот, а я ещё как медик, мне, значит... Очень мы мало платили, а за свет вот мне... Не государство, а кто мне платил-то тогда? А что же ЖКХ? Половина они платили. А свет стоил копейка киловатт. А за садик сколько? За садик мы что-то мало тоже. Да всё мало копейки стоили. Не помните, да? Рубля три? Мы очень копейки, это самое, чуть ли не бесплатно. И всё буквально... За школу, по-моему, тоже почти ничего там... А школу совсем не бесплатно. Ничего, почти не за школу. Ну вот мы же завтракали, там обедали, ничего тоже не платили. А, мы же на обеда только были. Были какие-то платы, не помните? Я тоже не помню. По-моему, те, кто работали на птицефабрике, те не платили. Да-да, это фабрик платил. Оплачивали вот приезжие там... Да-да, да, фабрик платил. Это понаехавшие. Нет, кто работал просто на других предприятиях. Дело в том, что он сначала на птицефабрике работал, а я в госпитале работала, и в какое-то время он решил отсюда уйти. Вот, а нам уже квартиру это дали, она великолепная, я ее люблю. И вдруг без его, он ушел, уже ушел, а я в это время, вот опять Бог, Ир, опять Бог вот так соединил, а я уже устроилась в санаторий профилакторий. Тоже от фабрики. Да, тоже от фабрики. Приходит этот адвокат, какой-то судья, и говорит, мы вас отсюда выгоняем, но без жилья при советской власти нельзя оставаться. Знаешь, в каком доме? В седьмом доме, на пятом этаже, четырехкомнатную квартиру, вам три комнаты, коммуналка. А четвертая, я даже знаю, кто, Тамарин муж. Они уже развелись, Тамара, ну ты знаешь ее. Вот соседка наша, вот там была. Я говорю, вы знаете, нам очень нравится эта квартира, и потом я сюда, здесь работаю, вот, и как раз вовремя. Он ушел, и мы ничего не соединяли, просто вот сверхи планы. А что 60 рублей, как-то мало вы получали, не больше ли было? Я 70. Да? Такие маленькие зарплаты были? Ну тогда, Ира, как бы сказать. В каком 70? Ну у нас все было дешево. Это в 74, да? В 74, в каком году-то вы тут вот приехали? Так, мы приехали в 75. Дали квартиру вот эту вот, именно, где мы сейчас стоим, в 77 мае месяце. Мы уже приехали, вам накупили всего нового. Было бы одно новое, конечно, сейчас уже не новое. Так вот, и так радовались. У нас газа еще не было, свет был. Газа не было, и мы это самое вас уложили спать, и мы, а газ у нас был баллонный. Помнишь? Да, да, помню. Ну не скажу где. Мы эти самые, на квартире-то были, там газовый баллончик, и мы с ним сидим, и это дело отметили. Хотя мы не пьющие, не курящие, ты сам запиши. Пиши, пиши. Не пьем, не курим. Это самое, по стадиону бегали, я обливалась холодной водой. Вот так что, ух, ух, какие мы крутые. И огород, и дачу имели. А, кстати, пока я бегала, да, Ольга Федоровна, кстати, она участник войны была, Козлова-Козлова, она козочку там, и я бегу, и она говорит, бездельницы мне, значит, нет бы там, ну, чем-то... Козочку. Ну, типа и козочку. Нет бы ты нам машину привезла. Ольга Федоровна, это со мной, она уже умерла давно. Я говорю, есть у меня и дача, дача, огород, у меня все есть, я огурцы ращу. Ну, вот с козочками, да, проблем нету. Так что я не ленила ей была. И на работе работала, и все прочее. И на дачу успевала. Молодцы. Вот, так что, вот и запиши, запиши. Все записала, все, спасибо за интервью. Я пошла, дорогие друзья, да. Внучки, внучки будут знать, и правнучки будут знать, и про правнучки. Останется же видео, и, надеюсь, Ютуб-то там останется. Да, да, да. А ты, слушай, ты их тоже снимай. Снимай на отдельную флешку. Ой, я какие слова ты знали. Ну, я их снимаю на отдельную флешку. Я их снимаю на отдельную. На отдельную флешку? Трографируем, да. Потому что Наташа рассказывает такие интересные кадры. Хорошенькие, да. Ну, что, Ира, не снимает? Сейчас покажу. Вот вчера, какая сняла Дашеньку, Люду, Сережу. Сейчас я, да, покажу вам. Они же так быстро растут. Куколки-куколки прямо. Куколки-куколки. Сейчас, ага. Мы с ними. Это Дашенька, да. Похоже на Сережку, да? Смотрите, видите? Похоже, похоже. Это на руках у Сергея. А Сергей? Подожди, где у нее? Вот Сергей, вот она, вот лицо ее, вот лицо. Она всегда, это чего-нибудь, ей мусолить надо. Да, такая вот красавица. Да, красавица. А это она с Людой уже, вот она с мамой, Люда присела возле нее, да. Это она что, уж ходит, что ли? Она стоит, она очень любит уже стоять, понимаете? Маша любила ползать до последнего. Уже и ходить могла, а ползала. Люда говорит, я уже ей специально ползунки с дырками на коленках одеваю. Вдруг больно будет. Это кто? Это Маша. Это Даша, Дашенька, да. Машенька-то сейчас на даче. Люда ее держит за ручки, она идет, вон. Это дело, отлая. Она любит, да, вставать уже. Только у Христа ради следить, чтобы они не глазки, только чтобы друг другу не по это самое, как плохо. Не видела, вот так вот. Ой, какие золотые, золотые наши девочки. Да, 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 куколки, прямо куколки. Слушай, в будущее уйдет моя маленькая клеточка. Да, да, это рот, рот, наш рот. Да, как я рада, как я рада. Вот, ну все, давайте, мои дорогие, счастливо обниматься сейчас не будем пока что. Нет, 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 коронавирус. Все, всех... Ага, и вас тоже. Давайте, все, счастливо. Рада была повидаться. Вон сирень еще как цветет, благоухает. Где-то отсвела, где-то цветет. Ну, пройдусь по магазинам. Банка-то не тяжелая. Может, каркаде куплю. Еще раз теперь воспитанника взяла. Так, ну что, вот большие помидоры 89,99. Огурцы люкс, краткоплодные. 450 грамм. Вон скидка 49,99. Апельсины 80 с чем-то, а нектарины вот не знаю почем. Сейчас узнаем. Ну, что тут еще есть интересного? Вот такие изящные. И вон еще бирюзовая такая же прямо красота, да? Вот. Мой любимый цвет к купальнику, который мама мне подарила. Капустка. Глобал Виллидж. Капустки хочется. Глобал Виллидж. Ой, квашеная течет из нее. С клюквой. Полезная. Слушайте, а чем она отличается? А, здесь 900 грамм. А здесь 569. А это красная цена, тоже 69. лук у нас по 44,99. Ну, вот я много не беру. Две луковички. Я хотела сделать капуста по-корейски. Нет, вру. Морковку по-корейски. Морковку. Есть ли приправа для морковки по-корейски? Нет, наверное. Наконец-то скидка на мои любимые творожки. Как я по ним соскучилась. Что-то вот я эти сильно полюбила. Особенно вот с желтым вареньем. Взяла 10 от жадности на 320 рублей. Вот такая погода у нас. Вечер близится к закату. Не знаю, сейчас проверю, сколько времени. Сейчас мне Олег звонил из Варендавана. Долго разговаривали. Минут 40-50, наверное. Разговор прервался звонком. Звонила Светланка из Москвы. В общем, сегодня такие очень приятные радостные разговоры были. Вот, дорогие друзья, всем счастья, здоровья. Всех обнимаю, всех люблю. Всем благополучия. Вот наблюдаю, какие у Клена какие-то вот самолетики вон рождаются. Замечательный день сегодня был. 17 июня 2020 года. Сделала чай вот со всякими смесями. Ждет мой чайный гриб. Ждет свою порцию чаю и будет неделя настаиваться. В основном у меня там каркаде и черный чай. И чуть-чуть добавила мне, Олег, говорит, это камбуча. Ее в где-то варуавиле, говорит, и с имбирем делают, и разную, и на лимонных корочках с разными добавками. Говорю, спасибо, что сказал. Я сейчас как раз с ним болтала и параллельно готовила этот чай. И добавила первый раз имбиря еще, лепесточки. В общем, будем посмотреть. Может быть, понравится. В общем,